Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Александр Мордынский и очередная распаковка посылочки от подписчика. То есть продолжаем плейлист, я не ожидал, что будет такое развитие тематики, такая резонансная особенность. В общем, сегодня у нас посылочка от подписчицы Ирины, она же Integra Fortesky, из города Королёва, Московская область. Ирина это такой человек, такой подписчик, который очень мега супер активный, который не пропускает никогда ни одного стрима, которая смотрит все влоги, которая ставит лайки, пишет каждому видосу комментарии. То есть именно из-за таких подписчиков, вот как Ирина Integra Fortesky, как Серёга Technodroid One, как тот же Vavan Twist TV, из-за них мне хочется снимать больше видосов, активнее участвовать и продолжать не забрасывать канал. Так что огромное спасибо, и в общем, посыл еще 4 килограмма, оценочная стоимость 4000 рублей. Что? Что там вообще может быть нарисовано, что осторожно может удариться? И шла посылочка 13 дней. Давайте распакуем, да посмотрим. То есть я вообще даже абсолютно не знаю, что там лежит. То есть мне проспойлерили там только одно наименование, и я вообще без малейшего понятия, что на 4 килограмма здесь может находиться. То есть опять-таки, да, аксессуар, атрибут Александра Мордынского, тупой нож, который ничего не открывает, ничего не режет. Так что потрошим как есть. В общем, что я скажу? Блин, стримы будут, стримы обязательно будут, все будет. Просто сейчас такой завал с этим проектом. Реально огромный завал. И вот посылки от подписчиков. Я не знаю, кто это начал на самом деле. И как бы с одной стороны приятно получить посылку от подписчика, да? А с другой стороны, потом не знаешь, чем ответить этим людям. То есть как бы вот что им в ответ отослать, не знаю, или что там снять. В общем, вот такая вот огромная посылища. Матерь вашу, нифига себе. Нифига себе. Четыре пачки Принглс. Вы знаете, вот сразу, что бросается в глаза, это Принглс. Принглс это такие чипсы, которые вот в конце 90-х, в начале 2000-х, их вообще рекламировали везде, где только можно. Но вот все ели либо лейс, либо какую-нибудь там русскую картошку, поскольку Принглс это реально одни из самых дорогих чипсов, которые продают. Которые вообще где-либо продают. Так что вот Принглс это, я не знаю, блин, реально на 4000 рублей Принглс. Ё-моё, там ещё и конфеты. Блин, Ирина, спасибо огромное. Я прям не знаю, как вообще благодарить. Получи шанс выиграть Xbox One. Принглс экстра чизи, мачо чизи. То есть острый сыр, насколько я понимаю, да? Со вкусом сыра начо. Вон, даже так. Ладно, давайте будем выставлять всё по одному. Принглс со вкусом кетчупа. То есть она сказала вот про эти чипсы, что такие же чипсы, как были у ВВАНа на обзоре. ВВАН реально там обозревает еду и... Я не знаю, на второй канал запилю обзоры, так и быть. Запилим обзоры этой еды, потому что с этим что-то надо делать. Чипсы со вкусом краба. Огонь. Принглс 4К, да? Всё новинка. Всё вот... Ну, блин, упаковки у Принглс всегда нравятся. Там такая реклама ещё раньше была. И такие высыпались они. Может быть, кто помнит с моих времён там. Здесь у нас экстра, кикин, сур, крим, энд унин. Принглс, насколько я понимаю, сырный крем какой-то с этим самым, с чили и луком. Сметан, да, вот сметанный крем со вкусом лука. Так, ладно, уберём это тоже в сторонку. Ну, что у нас дальше? Шоколад в кубиках, молочный с апельсином. Такой я пробовал, такой я пробовал. Мне такой мой дорогой друг Юрий Черепанов дарил за возможность того, что я ему Zoom давал попользоваться на некоторое время. То есть такой шоколад очень вкусный, очень крутой. Там маленькие такие кубики. Убираем в стороночку. Едем дальше. Вдохновение. Не знаю, не видел такого даже. Классический шоколад открывается легко. Открыть здесь. Что там шоколад классический? Ядро орехов, фундука, дроблёная. Круто. Шоколадки, это вообще огонь. Я люблю шоколадки, больше всего я люблю молочный шоколад. А вот тёмный шоколад у меня ест Мамам. Так что, едем дальше. Русский шоколад пористый. Белый пористый шоколад, это тоже шикардос. Едем. Аленка, пористый шоколад. Шоколад молочный. Блин, у меня с ним не текли. Текли, текут. Хорошо, что я поел. Перед распаковкой. Creation. Sublime mint. Сублимированная мята. Тёмный шоколад. Со вкусом ванили и мятной свежестью. Да, то есть, тёмный шоколад с мятной начинкой и зёрнами какао. Не знаю, но, наверное, это что-то очень интересное. Поскольку такого я вообще не видел у нас. Это зарубежные вкусности, насколько я понимаю. Едем дальше. Что, Геттен? Немецкий шоколад? Немецкий белый шоколад? Вы серьёзно? Блин, как круто жить в Москве. Вот там всякие вкусняшки-то у них процветают. Хоть каждый день обзор пили на шоколадочки вкусные. О, да. Здесь ещё я вижу какую-то шоколадку. Нифига себе. Тоже с мятой. Тёмный. Тёмный шоколад. Я не фанат тёмного шоколада, но всё равно это всё попробуем. Превосходный тёмный шоколад со вкусом мяты. Судя по надписям, это тоже какой-то немецкий шоколад. Где он там вообще производится? Давайте посмотрим. Есть тут хоть надпись, хоть одна? Импортер, Москва. Москва. Я даже не вижу. Ну, это, видимо, что-то либо Швеция, либо что это? На каком это языке? Вроде бы по-немецки. Вроде бы как по-английски, но в то же время другие шрифты там присутствуют. Ого. Ого. Молочный шоколад с фисташками. Я вообще-то не прочитал. Молочный шоколад с фашистами. Вот это упаковка. Бухерон. Или что? Бахерон. Это уже какая-то реально Швеция. Свис Чоколейт. Вот металл и пробито вот так вот. Офигеть. Это, блин, одна такая шоколадка, наверное, стоит, как весь я. Покупайте Александра Морденского. Смотрите, какая здесь печать даже. Офигеть. Я в шоке. Просто на шоколадках сейчас офигею. Молочный шоколад с фисташками. Топленое молоко и домашний сыр, кусочки банана. Блин, я не буду это дальше читать. Это офигеть просто. Просто офигеть. Я такого в жизни никогда не видел. В музее, наверное, только увидел бы. Едем дальше. А, From Russia with love. Russian Chocolate. И Мишка обнимает сердечко. Шоколад горький. Валенки. Гармоник. Там внутри, судя по всему, надпись какая-то. То есть, шокобокс. Блин, офигеть. Просто офигеть. Это же сколько... Блин, я... Вообще, у меня нет слов. Просто нет слов. Давайте возьмем вот эту баночку. Мармелад с натуральным соком. Дольки лимонные. Там внизу, видимо, еще письмо. Сейчас я доберусь до него, потому что я, видимо, не так вскрыл, как планировалось. Мармеландия. Мармелад с натуральным соком. Лимонные дольки. Класс. Как это вообще упаковано? Как это сделано? Шикарно. Так. Здесь что-то... А, магнитики. Магнитики, магнитики. Смотрите, Королев. Королев, это же город космонавтов. Город космонавтики, кто не знает. Наукоград Королев. Шикарно. Офигеть. У меня на холодильнике я вам покажу. В этом видео я обязательно сниму уже холодильник, как выглядит. Мой холодильник. Там магнитики от подписчиков живут, которые мне уже тем или иным образом достались. А, Фазер Минт. Это что, жвачка мятная? Шоколадные конфеты с мятной начинкой. Блин, вот от этого шоколада у меня, чувствую, вот так они выглядят. Я чувствую, мне реально придется потом жопу, простите меня, ломом расковыривать. Какая жесть. Что я несу? Она упаковка угарная. Ну как вот? Что это? Она серебряная такая вся, блестит. Аж солнце он отражает во все стороны. Смотрите, можно зайчиков ей пускать. Так, едем дальше. Топленое молоко. Коровки. Ммм, коровки, я... Коровки любят всех, коровки. Это шикарные конфетки наши. Они есть везде, в любом магазине. Можете их купить, можете их купить. Это реально конфеты на 5+. К чаю. О, батончики подмосковные. Главное бате не показывать. Он больше всего любит в жизни батончики шоколадные. Так, видим, ваш выбор. Шоколадные батончики подмосковные со вкусом шоколада. 100 грамм, 515 калорий. 250 грамм. То есть здесь у нас тысяча с лишним калорий. Это будет, к моему пожирнению, плюс 100-500. Это что? Ирис. Молочно-ореховое натуральное цельное молоко. Вот ириски. Ириски. Ириски это для поколения 90-х. И для тех, кто вырос в Советском Союзе, это такая must-have вещь вообще. Просто вот ириски и этот... Кто он там? Из коровьей крови делался-то. Вспомнил. Гематоген. Вот YouTube, Google мне подсказал. Гематогенки. Это дешевый аналог ириски. Вот те, как во всех продавался. Сейчас не знаю, продается, не продается. То есть улучшал там память и всякое такое. Но когда дети узнавали, что он делается из крови коровок, они почему-то многие переставали его есть. Ладно, едем дальше. Сухарики хрустим со вкусом сметанки. Это у нас к пивчику пойдет. Все к пивчику пойдет. На стримчике вообще исключительно будет. Хрустим к пенному кальмару. Такие я ел. Прикольная тема на самом деле. Но они не сухарики, как идут, а как, знаете, не знаю, как такой отмоченный хлебушек засушенный. То есть такая вот консистенция у него получается. Воронцовский или что это? Гренки ржаные. Бирка. Горчица. Петрушка. Блин, у меня уже слюни текут. Вы не представляете, как я захотел пивчанского выпить. Хрустим к пенному шашлык. Вааа, тоже неплохая вещь. Бирка. Гренки бородинские с аджикой. Офигеть, да хоть каждый день пиво пей. Три корочки золотистые. Грибы и сметана. У меня такое чувство, что вот Ирина, она отправляла посылку в Ивану однозначно. Однозначно ее посылка была на канале Вывана. Потому что реально такой набор продуктов шикарный, интересный. Я такого вообще представить даже не мог. Сухарики хрустим со вкусом сыра. Блин, у меня сейчас вся конструкция здесь рухнет уже. Сухарики хрустим со вкусом помидорок. Офигеть. Вот это мы с вами захрустимся. Три корочки, соус внутри. Болосольные огурцы с соусом тартар. Все, я сейчас точно в голодный обморок упаду. Это что такое? Сыр циеды. Копченый сыр со вкусом томата. Такой вещи я никогда не видел, это точно. Интересная штука. Прикольно. Наверное, вкусно. Все будем пробовать. И, я так понимаю, письмецо. Если это письмо... Ё-моё. Это опись. Смотрите, какой у нее почерк красивый. То есть маленькие буковки, одна в одну. То есть все буковки реально одинаковые. Все, пошла падать посылка. Это реально инвойс? Чипсы. Четыре пачки чипсов. Сто пятьсот пачек сухариков и гренок. Конфеты. Сто пятьсот шоколадок. Мармеладки. Магнитик. Блин, Ирина, вот реально удивляете. Вы вообще удивили. Так. Берем коробочку. Сейчас я вот, смотрите, опись сюда, в сторонку. Смотрите, значит, будем выставлять Принглс. 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 Сухарики, сухарики. Сухарики, сухарики. 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 Конфеты. Конфеты даже в экран не влазит. Конфеты. Конфеты. Ириска. Шоколадки. То есть шоколадки. Шоколадки. Ну, вот просто, смотрите, сколько шоколадок. Блин, я вот шоколадка, люб вообще дичайший. Еще вот мармеладки. Просто вот шоколадки я обожаю. Это просто шедевр. То есть шедевр шоколадочный. Я настолько люблю шоколадки, что готов за них убивать. Ну да ладно. Реально, мне нужно поднять штатив, чтобы показать масштаб. То есть вот, вот она. Весь мой стол. Весь мой съемочный угол. Огромное спасибо Ирине. Она же Integra Fortesky. Просто вообще. Она не ведет ни канал, она не ведет ни какой-либо блог, насколько я знаю. Я у нее уточню. Если она там ведет, не знаю, Instagram, что-нибудь такое. Мы обязательно оставим ссылочку. Вот просто, просто вот спасибо. У меня нет слов. Огромное вообще. Блин, большой палец вверх обязателен за данный видос. Это была посылочка в 4К от Ирины. Integra Fortesky из Московской области, из города космонавтики Королев. Это ну просто все. У меня нет дара речи. У меня полностью пропал. Огромное посылище. И просто вот столько всего, что я не пробовал. Мы на все это сделаем обзор с вами. Будем развивать, так сказать, второй канал. Потому что реально с этим нужно что-то делать. С этим что-то нужно делать. Ссылочка будет на второй канал тоже в описании. Заходите, подписывайтесь. Мы туда будем выкладывать всякие, я не знаю. Давайте начнем уже обзоры еды мутить тогда. Все. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Вот прям вот. Ну вот. Вот обеими руками просто лайк. Ирине. Просто спасибо. Все. Всем удачи. И всем пока. Вот такая посылка от подписчика. Просто душевно и со вкусом. Нереально вкусно.